Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как купить лекарства дистанционным способом? Как аптекам получить такое право? И что для этого нужно? Сегодня в Черкесске стартовала сдача выпускных экзаменов в дистанционном формате. Как в режиме видеоконференции выбрать счастливый билет? Благоустройство населённых пунктов продолжается. В селе Красный Курган Малокарачаевского района идёт реконструкция парка. День без сетей. Как бы рыбаки не старались, рыба сегодня не попадёт в сети. Рейд на Кубанском водохранилище. Парад Победы пройдёт 24 июня. Об этом на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил сегодня Владимир Путин. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. В день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград. Дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. Постановление правительства Российской Федерации. Установлены правила продажи лекарств дистанционным способом. Также расширен перечень лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, производству лекарственных средств и торговле лекарственными препаратами. Подробностями расскажет Мурат Жанкёзов. В условиях распространения коронавируса, введенных ограничений и самоизоляции, дистанционная продажа лекарственных средств особенно актуальна. 16 мая правительство страны приняло постановление, в котором утверждены правила доставки лекарств. Однако речь идёт только о безрецепторных препаратах. Дистанционно разрешается осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами. За исключением лекарств, отпускаемых по рецепту врача, наркотических и психотропных веществ, а также препаратов, в составе которых доля этилового спирта превышает 25%. Осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами разрешено аптечным организациям, которые имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. И аптечные организации должны владеть этой лицензией на протяжении не менее чем один год. Чтобы получить право на торговлю в дистанционной форме, аптеке нужно направить заявление и пакет документов в Росздравнадзор, который в течение пяти дней должен их рассмотреть. Только после принятия Росздравнадзором решения аптека сможет принимать заказы через интернет или по телефону и доставить их покупателям. Поэтому обязательным условием для дистанционной торговли лекарствами является наличие лицензии. Позаботились в правительстве страны и об обеспечении граждан безопасными и эффективными лекарствами. В этих целях приняты сразу три постановления, которыми расширен перечень требований, предъявляемых к лицензиатам. Относительно производителей лекарственных препаратов установлено новое лицензионное требование, которое выражается в необходимости внесения информации о зарегистрированных лекарственных препаратах в единую систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Также данными документами внесены изменения в положение лицензирования фармацевтической деятельности и к субъектам, которые осуществляют медицинскую деятельность и оказывают различного рода медицинские услуги, а также осуществляют оптовую розничную торговлю лекарствами, дополнено требование о внесении информации о лекарственных препаратах в единую систему мониторинга движения лекарственных средств. Внедрение системы мониторинга движения лекарств позволит защитить население от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. Производителям предписано наносить соответствующую маркировку на все виды упаковок. Любой желающий с помощью мобильного телефона сможет лично проверить легальность препарата. Срок обязательной маркировки всех лекарств с 1 июля 2020 года. Мурат Женвёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. И новости из оперативного штаба. В Карачаево-Черкесии выявлен 31 человек с диагнозом коронавирусной инфекцией. Всего в республике 817 подтвержденных случаев. Из них 262 выздоровели, 398 госпитализированы. Остальные получают лечение на дому в полной изоляции. Сегодня день российского предпринимательства. В условиях пандемии этот сектор испытал на себе немалые трудности. Для пострадавших пандемией субъектов малого и среднего бизнеса заработал упрощенный сервис для получения субсидий. Для удобства заявления заполняются автоматически. Необходимо только выбрать реквизиты, карты, на которые планируется зачислить субсидии. Для получения субсидий необходимо соответствовать нескольким критериям. Быть включенным в единый реестр малого и среднего предпринимательства. Относиться к пострадавшим отраслям. Не быть банкротом. Не иметь долгов по налогам и взносам более 3000 рублей. И максимально сохранить штат работников. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Крачаево-Черкесии переменная облачность, бессущественных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем 22-27 градусов тепла. В горах ночью до плюс 2, а днем до плюс 20. В Черкесии бессущественных осадков. Днем порывы восточного ветра до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12. Днем 25-27 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Накануне прозвенел последний звонок. На этот раз линейки прошли в необычном формате онлайн. Депутаты парламента Крачаево-Черкесии поздравили с окончанием школы. Дорогие выпускники, от имени депутатов Народного собрания парламента нашей республики хочу поздравить вас с окончанием школы. Вчера для вас прозвенел последний звонок. И сегодня вы уже на пороге нового этапа вашей жизни. Этот год оказался сложным для всех. Для вас прервался обычный учебный процесс. И даже последний звонок прозвенел для вас в режиме онлайн. Но мы верим в ваши силы. Мы верим, что знания, которые вы получили от преподавателей, огромная поддержка ваших родителей, ваши желания позволят вам достичь всех целей, которые вы перед собой поставили. Успешной сдачи вам экзаменов. С началом пандемии коронавируса все учебные заведения нашей страны были вынуждены перейти в режим дистанционного обучения. Что оно собой представляет и как организован процесс онлайн-обучения? Об этом и многом другом в репортаже Руслана Джукаева. С появлением новой коронавирусной инфекции система образования подверглась большим изменениям. Весь образовательный процесс перешел на дистанционное обучение. В таком режиме сегодня работает и Северокавказская государственная академия, где учатся более 5000 студентов. Ректор академии Руслан Гачкаров рассказал, как проходит процесс онлайн-обучения и как это повлияет на качество полученного образования. Мы взяли на эксплуатацию, на использование те платформы, которые есть. Как правило, это платформа Zoom и платформа Skype. Как это выглядит? Преподаватель сидит дома, иногда кто-то на работе. Аудитории пустые, в аудиториях людей нет. Студенты находятся в режиме, в дистанционном режиме на постоянной связи. У нас учебный процесс, тот же график, тоже расписание. Все сохранилось. Для накопления банка лекций в академии было обустроено три видеостудии, где записывают видео лекции и ведут онлайн-занятия практически по всем направлениям подготовки. По словам Руслана Махаровича, студенты могут в любое время пересмотреть весь курс занятий и освежить знания. Для студента плюс заключается в том, что он в более свободной атмосфере, удобной для себя находится. И он может любой вопрос, любой непонятный аспект либо задать, если уже есть у нас банк по видео лекциям, он его может повторить, посмотреть. Но, скажу так, с точки зрения овладения компетенциями теоретического плана профессиональными и качеством знаний, я думаю, что здесь учебный процесс сильно не пострадал. Режим самоизоляции также отразился и на сдаче единого государственного экзамена и на поступление в высшие учебные заведения. Экзамен в этом году будут сдавать только школьники, которые планируют поступать в ВУЗУ, и по результатам ЕГЭ и ОГЭ они смогут сдать свои документы онлайн. 29 июня вам определяет, я уже обращаюсь к абитуриентам, график сдачи единого государственного экзамена. Вы сдаёте этот единый государственный экзамен по тем выбранным вами дисциплинам. После того, как вы получаете результаты этого ЕГЭ, вы у нас, значит, с 20 июня в Академии начинает работу приёмная комиссия наша. Она будет работу тоже проводить в дистанционном режиме. Всю подробную информацию по подаче документов можно будет узнать на официальном сайте ВУЗа в разделе «Абитуриенту». Руслан Жукаев, Мухаммед Ашубоков. Вести Карачаева, Черкесия. Продолжается благоустройство населённых пунктов Карачаева, Черкесии. В селе Красный Курган Малокарачаевского района обустраивает одну из крупных зон отдыха муниципального образования. В настоящее время проводятся работы по увековечению памяти жителей села, внёсших вклад в его становление. Таблица с портретами и именами из 25 человек украсит одну из аллей парка. Завершена работа по озеленению территории. Не так давно в Красном Кургане завершили реконструкцию Дома культуры. Идёт к завершению ремонт футбольного поля. Позади подготовительные работы по устройству беговых дорожек. Осталось оборудовать их специальным покрытием. Кроме того, на территории зоны отдыха были установлены детская и спортивная площадки. Сегодня в стране проводится акция «Всероссийский день без сетей». Кавказский отдел государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов совершил рейдовое мероприятие на Кубанском водохранилище, расположенном на территории Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Моторная лодка бороздит водную гладь Кубанского водохранилища протяжённостью около 56 квадратных километров. Цель инспекторов Кавказского отдела выявления нарушителей и обнаружения незаконных орудий лова рыбы, сетей и перемётов. Эта процедура называется троллением. В течение получаса с начала рейда опытные инспекторы в южной части Кубанского водохранилища обнаруживают первую находку. Через несколько метров ситуация повторяется. Это уже бесхозная, брушенная сеть. Использование сетей для ловли рыбы запрещено пунктом 49 правил рыболовства Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, куда входит и Кубанское водохранилище. Оно наносит значительный ущерб водным ресурсам. Множество рыб гибнет, запутавшись в сетях, говорят инспекторы. Это наша первостепенная, так бы сказать, задача проводить тролление, зачистки, массовые мероприятия. Сейчас мы создаём специальные группы, состоящие из инспекторов Кавказского дела, Госконтрольного надзора и охраны водных, биологических ресурсов, совместно с органами внутренних дел, которые проводят рейдовые мероприятия и днём, и ночью. Ответственность правонарушителей может быть разной. Административной от 2 до 4 тысяч рублей или уголовной. В зависимости от причинённого водным биологическим ресурсам ущерба. При Кубанском районе на акватории Кубанского водохранилища ведётся весенне-летний нерест. Запрещен вывоз всех водных биологических ресурсов с 15 мая по 15 июля. Любыми орудиями ова, сетями, удочками запрещена стоянка в водоохранной зоне. Территориально запрет сейчас только на Кубанском водохранилище, то есть в остальных районах республики, где нет круглогодичного запрета, можно осуществлять пылов рыбы. Только с начала этого года инспекторами Кавказского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов было выявлено 90 нарушений природоохранного характера. Из них 15 – нарушений норм рыболовства, остальные 75 – нарушения правил среды обитания водных биологических ресурсов. В период нереста рыб на территории Кубанского водохранилища совместные рейды с участием сотрудников правоохранительных органов республики будут проводиться чаще. Все нарушители будут привлекаться к установленной законам ответственности. Поэтому рыбакам, привыкшим рыбачить на Кубанском водохранилище, следует подождать 15 июля и, оставив в сети, прийти на рыбалку с удочками, соблюдая правила суточной нормы вылова рыбы. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Черная кошка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова